Добрый вечер. Это итоговые новости агентства Хабар. В студии работает Вера Негри. Смотрите в этом выпуске. Какие преимущества казахстанской продукции помогут выдержать жесткую конкуренцию глобального рынка? Комментарии экспертов. Добрый вечер. Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Евгения Примакова. В соболезновании отмечается, что глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о кончине Евгения Примакова. Евгений Максимович был государственным и политическим деятелем, ученым, имевшим колоссальный авторитет в российском обществе и на международной арене. Его миротворческая деятельность снискала ему подлинное уважение во многих странах, говорится в телеграмме. Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования всем родным и близким Примакова. Евгений Примаков скончался на 86-м году жизни в Москве. Восемь раз вырос экспорт говядины из Казахстана. Эксперты связывают это с тем, что республика получила статус зоны, свободный от ящера. О перспективах агропромышленного сектора сегодня говорили в Астане. Моя коллега Назым Тенельбаева о том, что мешает еще более успешному развитию отечественного сельского хозяйства. С самого начала это совещание не обещало никаких громких заявлений. Животноводство в стране развивается, фермеры работают на перспективу, ожидая, когда страна войдет в ВТО. На поддержку сектора государство дополнительно выделяет 11,5 миллиардов тенге. Эти деньги пойдут на субсидирование фермерских хозяйств, удешевление птицеводческой продукции. Объемы экспорта мяса и мясопродуктов вырос в четыре раза. По итогам прошлого года экспортировано 12 тысяч тонн. За пять месяцев текущего года этот показатель превысил 4 тысячи. Затем речь на пресс-конференции заходит о проблеме отсутствия интернета в ветеринарных пунктах страны. Сообщается, что страдают от этого в первую очередь фермеры. Они вовремя не могут подать документы и получить субсидии. Вот тут-то главе ведомства пришлось объяснять нерадивым коллегам все буквально на пальцах. Это спутниковая технология. Там нету понятия расстояния. Земля круглая. Спутники летают на одной орбите. Какая разница ему, отдалено от областного центра или не отдалено. Вы поймите, что туда не надо ничего протягивать. Туда ноги надо протянуть и все. И руки. Еще одна проблема. Акиматы игнорируют поручение премьер-министра по перераспределению субсидирования. Теперь стоит вопрос о привлечении нарушителей к ответственности. Вообще система распределения бюджетных средств, говорит министр, должна быть автоматизирована. Мы сейчас занимаемся вопросами автоматизации субсидий, чтобы фермер не соприкасался с чиновником на местном уровне. Есть сейчас развитый интернет. Где нет интернета, будут работать центры по поддержке предпринимательства. 400 миллионов субсидий должны были получить фермеры еще в прошлом году. Министр Мамадбеков требует от подчиненных проконтролировать, чтобы средства до аграрии все-таки дошли. Назовим Денильбаева, Бауржан Сыздыков, Астана. Эксперты предупреждают, что отечественные предприятия попадут в условия жесткой конкуренции. Насколько наши фермеры готовы к работе в новых условиях? И что отечественные аграрии предпринимают, чтобы быть востребованными на мировом рынке? Эти вопросы мы задали председателю Ассоциации кредитных товариществ агропромышленного комплекса Толиутаю Рахимбекову. Толиутаи Сатаевич, здравствуйте, вам слово. На сегодняшний день многие компании агропромышленного сектора, конечно, в отличие от того состояния, в котором они находились 15-20 лет тому назад, намного в лучшем состоянии. Огромную помощь в этом, конечно, колоссальную поддержку оказала государственные меры поддержки, реализация ряда государственных отраслевых программ, благодаря которым компании агропромышленного сектора смогли в значительной мере обновить оборудование, технику, технологию. И это касается не только чисто сельского хозяйства, но и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. А какая отечественная продукция наверняка будет востребована на мировом рынке и в каком направлении намерены двигаться аграрии? Вступление во всемирную торговую организацию открывает огромные возможности для предприятий агропромышленного комплекса. Конечно, сельскохозяйственная отрасль, чистая производство сельскохозяйственной продукции сегодня очень широко представлена на мировом рынке. Казахстан входит в первую десятку стран, даже в одно время входил в пятерку стран экспортеров зерна, входит в первую тройку стран по экспорту буки наряду с Турцией и Евросоюзом. Большим спросом наше зерно пользуется на рынках Средиземного моря, в Евросоюзе, в той же Италии, в тех же арабских странах, в Иране и так далее. Для продукции предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции вступление ВТО открывает еще большие перспективы для экспорта, поскольку наша продукция относится к экологически чистой. Спасибо, я напомню о развитии агросектора. Мы говорили с председателем Ассоциации кредитных товариществ агропромышленного комплекса Талютаем Архимбековым. К новым условиям работы в формате ВТО готовятся и рабочие предприятия в Павлодаре. Там впервые в стране освоили выпуск ингибированной соляной кислоты. И пусть не каждому казахстанцу известно ее применение, но вместе с тем без этого продукта добычу нефти попросту невозможно осуществить. Мой коллега Салат Тимирбулатулы побывал на предприятии. Опыт и анализы испытаний в лабораториях крупнейшего химического предприятия страны работа не останавливается ни на секунду. Мы работаем над новыми видами продукции. Недавно выпустили кислоту соляную, ингибированную, которая используется в нефтеперерабатывающей промышленности. Ингибированная 22% соляная кислота. Без нее просто невозможна работа буровых вышек. Раньше кислоту в Казахстан импортировали. Теперь важную для нефтяников продукцию производят в Павлодаре. На заводе работают в основном молодые специалисты. Тут идет постоянное развитие. Некогда расслабляться. Работаем как для внутреннего, так и зарубежных рынков. А скоро еще вступление страны во всемирную торговую организацию. Значит, работы прибавится. Тему вхождения Казахстана в ВТО сегодня активно обсуждают сотрудники предприятия. Для казахстанской экономики это открывает новые горизонты вступления в ВТО. Для промышленных предприятий это получается открытие новых рынков. Это будут новые технологии. Это создание новых производств высоконаукоемких, высокотехнологичных. В планах руководства предприятия в два раза увеличить производственные мощности. Впереди участие в масштабном проекте получения редкоземельных металлов. Юлия Землянова, Салават Смирбулатулы, Марат Игликов и Алексей Амельницкий, Хабар, Павлодар. В том, что конкуренция поможет развитию страны в целом, уверены иностранные эксперты. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу чрезвычайный полномочный посол Франции в Казахстане Франсис Этьен заявил, вступление в ВТО это важный шаг в реализации стратегии Казахстан-2050. Франция всегда поддерживала Казахстан с самого начала переговоров по вхождению вашей страны в ВТО. И я очень рад, что процесс завершился с положительным результатом. Это говорит о том, что Казахстан готов к конкуренции в условиях огромного рынка. Я думаю, что процесс адаптации к нему будет недолгим. До конца года цены на электроэнергию в Казахстане расти не будут. Об этом сегодня заявил министр Владимир Школьник. Кроме этого, главный энергетик страны рассказал, как Казахстан намерен решить проблему дефицита электроэнергии в южных регионах. Как масштабные изменения в рамках госпрограммы «План нации 100 конкретных шагов» повлияют на энергетическую безопасность страны в репортаже Дамира Галиева. Строительство двух новых линий электропередач поможет решить проблему нехватки электроэнергии на юге страны. Об этом сегодня заявил министр энергетики Владимир Школьник. По его словам, первая ветка свяжет Экибастуз и Усть-Каменогорск, вторая – Семей и Алматы. Уже построено 130 километров линий электропередач возводятся под станцией. Благодаря вводу вот этой линии, так называют, восточный обвод, не только мы решим надёжное обеспечение электроэнергии юг нашей страны, но и даст очень серьёзный импульс развития промышленности на Востоке. Появится энергия для развития и строительства новых предприятий. Ещё один вариант решения дефицита электроэнергии в стране – развитие альтернативных источников энергии. Уже есть успешные примеры. Те фермеры, которые поставили у себя солнце, ветер, аккумуляторы, они просто процветают. Одно верблюдоводческое хозяйство в Англисталовской области за год, оно увеличило своё производство, увеличило стадо верблюдов. Срок завершения строительства новых линий электропередач на юге страны – 2017 год. А в 2018-м в эксплуатацию сдадут и вторую линию «Новая ЛЭП». Финансовая самостоятельность сельских акимов – это важный фактор для развития местного самоуправления. За два года работы по-новому на специальные счета уже поступили 600 миллионов тенге. Сейчас бюджеты сельских округов формируются за счёт аренды госимущества, добровольных взносов, платы за наружную рекламу и штрафов за административные правонарушения. По мнению вице-министра национальной экономики Кайрбека Ускинбаева, сам механизм пополнения и расходования этих средств стал хорошим стимулом для участия местного населения в решении общественных проблем. Международные стандарты качества, применяемые в структуре госслужбы, могут быть адаптированы к казахстанским условиям. За основу нужно взять жёсткий отбор, конкуренцию и профессиональную сертификацию. Один из экспертов проекта реформы госслужбы Максимилиан Фаэддингер уверен, это значительно повлияет на статус госслужбы, поднимет ответственность и поможет отсеять случайных людей. По мнению эксперта, Казахстан лидер в области реформирования госслужбы, а сертификация должна стать следующим этапом этой программы реформирования. Для Казахстана нужно разработать новый национальный сертификат, соответствующий его менталитету, курсу развития государства. Всё в мире совершенствуется и развивается с каждым годом. Именно этим можно объяснить необходимость внесения частых изменений в стандарты ИСО-9000. Ждёт госслужащих и ещё одно новшество от Министерства внутренних дел. Полицейские намерены ввести в стране тестирование для госслужащих на наркозависимость. Закон должен вступить в силу в 2018 году. Кого ещё могут обязать проходить такой тест, узнал Дмитрий Крюкович. Доказывать, что нет наркозависимости, как ожидается, будут госслужащие и призывники, учащиеся школ с 14 до 18 лет. Тесты также пройдут водители автобусов и охранники, имеющие доступ к оружию. На этом новшества не заканчиваются. В Министерстве внутренних дел также предложили ввести свой дресс-код для всех казахстанцев. Пока это коснётся футболок и бейсболок с изображением конопли, в ведомстве считают, что такая реклама напрямую предлагает попробовать сначала лёгкие наркотики, ну а там и до тяжёлых рукой подать. Особо ярых нарушителей в полиции предлагают для начала пока штрафовать. Впрочем, в Астане один из предпринимателей уже поплатился за продажу футболок с изображением каннабиса. Его оштрафовали на 400 тысяч тенге. Но сейчас рассматривается вопрос о переквалификации административного дела в уголовное. Такое наказание, считают в полиции, вполне оправдано. В стране уже 33 тысячи наркозависимых. Только в Шуйской долине за год уничтожают 25 тонн опия. А вот новомодные спайсы, как правило, приходят в Казахстан и стран Европы. Для нас угроза – это Афганистан. Оттуда у нас идёт опиная группа, это героин. Это очень тяжёлый наркотик, употребление которого влечёт за собой очень тяжкие последствия. Поэтому, как я уже сказал, были приняты очень огромные меры. То есть, начиная с границы Афганистан-Таджикистан, мы тесно взаимодействуем с Таджикистаном. Он чуть далеко находится. Но в вопросах взаимодействия, обмена информацией, возможных каналов они нам сообщают. Полицейские также предлагают ужесточить наказание за торговлю и употребление наркотиков. На данный момент максимальное наказание по этим статьям – до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Дмитрий Крюкович, Серег Канарбаев, Хабар. Это новости агентства Хабара. Смотрите далее в выпуске. Лабораторный тест объединит казахстанских школьников и госслужащих. И те, и другие будут обязаны доказывать отсутствие наркозависимости. Возможно ли разрушительное землетрясение в Алматы? Сейсмопрогноз на этот год и данные статистики. Сколько стоит жизнь ребенка? Кто помог спасти маленькую Казахстанку со сложным диагнозом? Теракт во Франции. Нападение было совершено на юго-востоке страны, недалеко от Леона. Утром около 10 часов утра на заводе по производству кислорода и азота прогремел взрыв. Есть двое раненых. На месте происшествия полиция обнаружила обезглавленное тело. Задержаны двое подозреваемых. Сейчас на месте работает моя коллега Елена Минкевич. Мы сейчас находимся в Париже. Президент Франции Франсуа Улан, который еще утром был в Брюсселе, срочно вернулся в страну и создал совещание в Велесейском дворце. Ситуация такова, что необходимы срочные меры по усилению безопасности. И это все, несмотря на то, что еще с января текущего года, когда в Париже и окрестностях произошли теракты, силы правопорядка и так находились в состоянии максимальной мобилизации. Это террористическая атака. Я подтверждаю, что один человек погиб, двое ранены. Полицейские уже работают на месте преступления. Мы не должны больше допускать подобного. Наша задача действовать на опережение, сдерживать подобные акты насилия и не давать запугать нас. Народ Франции ждет от нас четких действий, чтобы мы его защитили и уничтожили любого, кто надувает совершить подобные злодеяния. Что касается теракта, то известно, что взрыв прогремел около 10 часов утра на заводе в маленьком городке Франции между Леоном и Греноблем. Два человека на автомобиле протаранили ворота склада с газовыми баллонами. Тогда же полиция обнаружила тело обезглавленного мужчины и голову, которая была прикреплена у входа на завод. По словам очевидцев, голова была покрыта надпись на арабском языке, и там же рядом был флаг исламского государства. Таким образом, у полиции не остается сомнений в том, чьих рук было это преступление. Как заявил министр внутренних дел Франции, один из преступников, задержанный, был известен полицией уже с 2006 года, и на заметку он был взят именно из-за своих радикальных взглядов. Премьер-министр страны после произошедшего сразу же распорядился повысить охрану на всех промышленных объектах страны, и сейчас они закрыты для доступа. Это вся информация, которая у нас есть к данному часу. Мы будем следить за развитием событий. Елена Минкевич, Николай Афельюль из Франции. К другим темам разрушительных землетрясений в Алматы не будет. Прогноз на этот год дал главный ЧАЭСник страны Владимир Башко. Сослался на специалистов Казахстанского института сейсмологии. Свои данные они представили на заседании Межведомственной госкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Она сегодня прошла в режиме скайп-конференции. Здесь же озвучили и статистику. Сейсмоопасная зона – это треть всей территории Казахстана. Там проживает свыше 6 миллионов человек. В зону входят Алматы и Алматинская области, Восточный и Южный Казахстан, Жамбылская, Кзлардинская и Мангастаутская области. Последняя, к слову, в опасный список попала впервые. Назиатуякова с подробностями. Оперативно покидать трясущиеся квартиры приучены не только люди, но и их домашние питомцы. Впрочем, алматинцам в этом году бояться особо нечего, говорят специалисты. Вот на этот год они не прогнозируют крупные землетрясения. Он только на год сказал. На год, а потому что наука такая, что она не может предсказать, на сто лет вперед будет или не будет. Владимир Башко ссылается на слова директора Института сейсмологии Танаткана Абаканова. Впрочем, предсказывать землетрясения с точностью до дня или месяца не научились пока нигде в мире. Даже в самой продвинутой в этом плане Японии о землетрясении 2011 года узнали лишь за минуту до его начала. Да и главный вопрос уже в другом. Никогда тряхнет в очередной раз? А насколько к этому все готовы? За последние пять лет в стране были сейсмоусилены свыше 100 объектов образования, 50 здравоохранения и сотня производственных сооружений. Однако еще больше необходимо сделать. В защите от землетрясений нуждаются 2500 зданий. Это сотни школ, больниц, детских садов, общественных сооружений и производственных предприятий. Сейсмоопасными считаются шесть регионов и город Алматы. Однако периодически трясет и Караганду. Но заносить эту область в зону сейсмически уязвимых в министерстве пока не торопятся. Разовое явление здесь такой статистики нет, которая бы позволила однозначно отнести Караганду к сейсмически опасному району. Поскольку это вылечет, вы знаете, это и усиление требований к зданиям и сооружениям, это реализация мер спасательных. Это очень дорогостоящие решения. Ну, наука подскажет. Впрочем, наука тоже не всесильна. На встрече говорили о самом неутешительном. Отечественная система сейсмических наблюдений и прогнозов землетрясений, как правило, расположенных на юге и востоке страны, не отвечает современным требованиям. А значит, при крупном ударе стихии могут быть разрушены и те объекты, которые отвечают за сбор, анализ и прогнозирование подземных колебаний. Визит Уякова, Татьяна Напольская и Серик Конурбаев, Хабар, Алматы. А сегодня близ Алматы были зарегистрированы два подземных толчка. По данным казахстанских сейсмологов, эпицентры находились в более чем 200 километрах от южной столицы. Их сила оценивается в 4 балла по шкале Рихтера. По информации Казахстанского национального центра данных, на планете в 2015 году произошло не менее 75 землетрясений. Десятки толчков в какой-то степени ощущались и в Казахстане. Аким Акмолинской области Сергей Кулагин сегодня проехал по пострадавшим от весеннего наводнения селом и проверил темпы строительства нового жилья. 4 миллиарда тенге, обещанные на восстановление населенных пунктов, еще не выделены. На какие же средства тогда идет строительство в материале Асхата Ниязова? Часть квартир строители возводят за свой счет. Бюджет не успевает выделять средства. Но Сергей Кулагин обещает, деньги будут. Сейчас главное, чтобы люди обрели крышу над головой до холодов. Все, что делаем сейчас, делаем хозспособом. И разговариваем мы со строителями, они делают все за свой счет. Я планирую на следующей неделе побывать в правительстве и об этом тоже доложить. Мы сейчас выделяем дополнительные и людские ресурсы, со всей области собираем. Ну и, в общем-то, неплохо работают строители, начали неплохо работать. А вот со строительством новой котельной не все так гладко. И тут финансовый вопрос скорее как стимул к работе. Мы слишком много с вами уже разговариваем. В прошлом году у нас не хватило средств, потому что на удорожание проекта пошли. Мы на прошлой неделе с вами договорились, графики вы сделали. Теперь мы двигаемся по этим графикам. Срывается график, срывается оплата. И мы с вами дальше сотрудничать не будем. А пока местные жители дожидаются своего нового жилья вот в таких палатках. Здесь созданы все условия для жизни, но люди мечтают обрести жилье с более прочными стенами. Два месяца живем в таких условиях. Внуки не могут приехать. На улице же живем. У нас хороший дом был из шлакоблока, но крыша бетонная, поэтому и боимся. Я рада, что новый дом будет. Еще и бесплатно. Внуков семья Садыковых обещает строителей сможет пригласить в гости уже в начале сентября. Именно к этому сроку 240 семей, оставшихся без крыши над головой, смогут въехать в свои новые квартиры. Основная часть пострадавших от наводнения людей будет заселена вот в такие двухквартирные дома. Получается, что каждая из семей получит почти 90 квадратных метров абсолютно нового жилья за место своего старого саманного дома. Асхат Ниязов, Ерзат Зайдхан, Хабар, Ахмолинская область. 1700 жителей села Березовка западно-казахстанской области пересели от их дома, а попали в санитарно-защитную зону, границы которой сейчас расширяют. Ситуацию сегодня прокомментировал министр энергетики Владимир Школьник. Одна из причин, возможно, это повышенное содержание угарного газа в смеси с некими углеводородными газовыми проявлениями, которые есть в грунтах. Их смешение могло бы дать такой необычный эффект. Но продолжает исследование, все международные организации подключились. Маленькая пациентка из Казахстана, южнокорейские хирурги успешно провели сложную операцию. Оплатил ее благотворительный фонд «Дом» за счет средств, которые перечислил президент Нурсултан Назарбаев. Без хирургического вмешательства девочка могла погибнуть. Три года назад у нее диагностировали опасное заболевание – папилому гортани. Мой коллега Дамира Боов только что вернулся из Сеула и привез хорошие новости. Адья уже идет на поправку. Сейчас Адью Тулиубек готовят к операции. Врачи и мама надеются на то, что она пройдет успешно. Заходить внутрь посторонним категорически запрещено, так как в операционной очень стерильно. По времени удаление папиломы гортани занимает примерно полтора часа. Эти полтора часа, признается мама девочки, самые долгие за все три года борьбы с болезнью. Больничные коридоры и долгие ожидания результатов анализов в семью Адьи пришли, когда ребенку исполнилось три года. В родном Таразе поначалу не могли поставить диагноз. Потом была операция в Алматы и хирургическое вмешательство в Астане. Ребенок не мог ни говорить, ни питаться самостоятельно. Помочь взялись только корейские хирурги. Мы убираем папиломатоз, потом обрабатываем лазером, то есть шлифуем стенки гортани. И также мы вкалываем укол, который предотвращает рост папиломы. У нас есть специальная вакцина для детей до семи лет. В этот раз Адья Тулеубек получила именно эту вакцину. Полтора часа ожидания пролетели. Еще немного времени и девочка приходит в себя. Ей все не сидится на больничной койке. Медицинские приборы Адья уже используют вместо игрушек. Вот этот радиоактивный укол сделаем. Они вот, чтобы до 9 лет продержаться ей, чтобы этот рост даже минимум свести. А после 9 лет можно сделать вакцинацию против папиломовирусную. Тогда она уже, говорит, точно остановится. Стоимость надежды для семьи Адьи 25 тысяч долларов. Деньги для простой семьи из Тараза просто неподъемные. Адьи и еще двум десяткам казахстанских детей помогли в благотворительном фонде ДОМ. Почти 300 тысяч долларов на счет организации перечислил Нурсултан Азарбаев. Президент тогда отдал свой гонорар, полученный к премии мира, чтобы мир и здоровье были в отдельно взятой семье. Домир Абуов, Мирамбек Акмаханов, Сеул, Хабар. Лучшие журналистов страны наградили сегодня в аккорде. Государственный секретарь Гульшара Абдекаликова вручила премии и гранты, а также объявила благодарности президента лучшим работникам СМИ. Распоряжением главы государства премию получил главный редактор газеты «Егемен Казахстан» Жан Булат Аубаев. Еще одна награда досталась генеральному директору газеты «Экспресс-К». Но, к сожалению, Алексею Пану премия присуждена посмертно. За творческий вклад в развитие казахстанского телевидения обладателем гранта стал генеральный продюсер дирекции производства программ агентства «Хабар» Ренат Киртаев. Как отметила госсекретарь, деятельность отечественных журналистов имеет огромное значение для сплочения народа, воспитания патриотизма и реализации стратегических задач государства. И сегодня же другим нашим коллегам вручали премию Нурсункар, инициатор партии «Нур-Отан». К уже имеющимся в этом году добавились две новые номинации. Подробнее в материале моих коллег. Красная дорожка, фотоспышки, множество гостей. Именно победители держались они до самого последнего момента. Эта премия считается одной из престижных в Казахстане. Она проводится уже шестой год. На этот раз жюри рассмотрело 200 заявок, причем половина из регионов. Комиссия отметила высокий уровень всех заявленных материалов. Сегодня важно, чтобы профессиональная журналистика набирала обороты. Сегодня, как никогда, востребованная качественная аналитическая информация, чтобы граждане всего мира и нашей страны могли принимать правильные, взвешенные решения. Профессиональные журналисты награды принимали вместе с блогерами. Лучшим блогером страны и победителем номинации «Точка зрения» стал Тимур Кубеков. В этом году премию от ведущей партии страны впервые присуждали в номинациях «Голос общества». За нее боролись родительщики страны и лучший материал на антикоррупционную тематику. Первым журналистом, получившим эту премию, стала Гульбану Аюпова. Ее расследование помогло выявить серьезные нарушения в сфере госзакупок. Мастером слова признан журналист газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер. Не обошлись стороной и региональную прессу. Корреспондент из Восточного Казахстана Ирина Якунина даже не ожидала, что, казалось бы, обычный сюжет о работе первичной партийной организации принесет ей победу. Они построили грандиозный парк. Они открывают детский сад, делают площадки, объявляют конкурсы на лучшие дворы. Это все делают партийцы. То есть они приходят туда по зову сердца. Но самая престижная награда за вклад в развитие казахстанской журналистики досталась председатель управления агентства «Хабар» Айдосу Укибаеву. Он проработал журналистом больше 20 лет, и многие казахстанцы знают его как бессменного ведущего популярной программы «Житы Кун». Вот эта награда – это именно журналистская, профессиональная. Поэтому эта награда очень дорожила ему. Нагрудными знаками Акпарат Саласынын Уздеген на Нурсункаре были отмечены и генеральный продюсер дирекции производства программ телеканала «Хабар» Ренат Киртаев, а также директор канала «24» КИЗ Арман Сейтмамы. В следующем году партия Нур-Отан обещает новые журналистские номинации и новые сюрпризы для всех мастеров пера и микрофона. Лилия Шимарданова, Дмитрий Крюкович, «Хабар». Известные спортсмены и артисты эстрады призывали сегодня жителей столицы заниматься физкультурой и спортом. Акимат Астаны организовал молодежную акцию в поддержку здорового образа жизни. Развлекательное шоу устроили в одном из крупных торговых центров столицы. Сюда пришли люди разных возрастов и профессий. Но основные участники – молодежь. Ведь именно от молодого поколения зависит будущее страны. Этот призыв все настойчивее звучит сегодня в Астане. Конечно, важно бороться с теми, кто продает и потребляет наркотики. Но еще важнее – этого не допустить, считают специалисты. Бороться с наркотиками – это не означает, что, например, бороться с наркосбытчиками или потребителями. Это туда включается проведение аналогичных акций. Это спортивные состязания, выступления звезд эстрады, артистов. Чтобы население, действительно, особенно молодежь, потянулось за нашими звездами. Кто лучше борца, знает, как бороться. Олимпийский чемпион Юрий Мельниченко предложил свой метод искоренения наркотической заразы – занятия спортом. Наркотики и спорт – это абсолютно несовместивые вещи, диаметрально противоположные, потому что невозможно заниматься спортом и употреблять наркотики, потому что это одно исключает другое. Столичные акции, призывающие к здоровому образу жизни, будут продолжены. Уже в это воскресенье Акимат Астаны проводит масштабный веломарафон, в котором могут принять участие все желающие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова